здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на своем канале и сегодня хочу представить вам свой пофеопедилум сукакулиай который ждала я очень долго и наконец-то наконец-то он распустился и вот такое чудо мы имеем действительно очень шикарное растение очень оригинальное вот такая у нас губа такие вот ушки знаете так как будто капельки какие-то не они вот выделяются даже и ну конечно вот эти волоски я не знаю почему то они мне напоминают реснички вот посмотрите поближе действительно очень похоже на веснички очень оригинальное растение и даже сзади сейчас я его поверну вот у нас вот такие вот присутствует тоже крапушки это растение живет у меня уже два года и это второе домашнее цветение очень легкий в уходе и очень благодарный оказался башмачок сейчас я вам покажу его розеточку ну так вот он приехал вот с этой одной розеткой виден вот этот цветонос потом были зачатки 2 розетки он просил в январе и вот это у нас значит третья которая он зацвел четвертая там по еще 5 что-то лезет и вот еще будет одна розетка но действительно очень очень благодарна и оказалось растение очень она мне нравится оригинальная но сейчас расскажу вам что я вообще знаю об этом растении он встречается в малайзии где растет наземно или литофит на на скалах от 240 до 1000 метров над уровнем моря данный вид относится к умеренному температурному режиму и но это получается где-то день от 18 до 24 градусов и ночь нижняя температура должна быть не меньше 16 минимальный перепад дневной и ночной должен быть где-то 4 градуса что касается влажности то высокой такой знать экстремальной влажности это растение не требует и для нормального роста достаточно будет это такой диапазон от 50 до 70 градусов ну естественно сухой воздух недопустим негативно скажется на развитие и вот это вот его розеточка сейчас я вам покажу еще раз она такая мраморная такие листики при сухом воздухе они будут конечно намного бледнее свет любит но естественно недопустимые яркие лучи солнца а так найти яркий рассеянный свет что касается полива то ну как вам сказать все таки зависит от температурного содержания чем выше температура соответственно орхиды нужно чаще поливать я поливаю где-то раз пять дней у меня температура 22 до 25 днем в помещении и я уже смотрю по самому горшочку промежутках конечно по поверхности опрыскиваю и чувствую уже если горшочек легкие то уже надо поливать про он должен естественно просыхать хорошо подсыхать от полива до полива но конечно полностью засушивать орхидеи нельзя естественно это губительно скажется на пафиопедилум и все мы знаем что они все-таки влажность требуют и внешнюю и внутреннюю еще также я рассказывала своем одном видео что я устраиваю душевые процедуры своим башмачкам да и почти всем своим орхидеям это им очень нравится температура должна быть где-то 30-35 градусов и естественно потом у меня включен вентилятор все розеточки просыхают никогда у меня не было проблем проблем с гниением там и точки роста или что-то такое ну вот в принципе и все подконка для этого башмачка 24 раза в месяц но у меня получается иногда через полив иногда через два полива но если получается через полив то соответственно концентрация где-то 14 так в половину дозу дозы удобрения указаны на x на инструкции ну вот принципе все больше ничего такого довольно таки повторюсь еще раз легкой в уходе неприхотливое растение и очень очень симпатичная но всем советую с еще вам поближе покажу действительно очень чудный башмачок я им очень очень довольна он меня радует уже второй год слышала также что он цветет и два раза в год но у меня пока такого счастья не было пока радует только раз год но я и этим очень очень довольна ну наверное на этом все буду с вами прощаться и пользуясь случаем сегодня у нас грузии большой праздник сегодня день матери и хочу поздравить всех своих подписчиков да и не только просто гостей моего канала с этим прекрасным днем всех мам поздравляю чтобы всегда были здоровыми красивыми счастливыми и чтобы всегда гордились своими детками благодарю всех за просмотр если вам понравилось это видео ставьте лайк и если появились у вас какие-либо вопросы я что-то все-таки упустила то пожалуйста пишите в комментариях я всегда буду рада ответить желаю всем отличного настроения и цветения всем вашим растениям до новых встреч друзья мои